Они не ждут, когда приплывет золотая рыбка и исполнит мечты. Сами воплощают задуманное в жизнь. Саратовские эковолонтеры вместе с самарскими партнерами при поддержке Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары выпустили в Волгу мальков-сазанов и толстолобиков. В течение полугода активисты собирали пластиковые крышки от бутылок. В этом им помогали самарские школьники, их учителя и родители. Сдали крышки на переработку, а на вырученные средства закупили партию мальков. С организацией мероприятий помогли городские власти. Важно было провести его в центре города, чтобы дети, которые так долго собирали крышки, могли поучаствовать и в самом главном финальном процессе. Сегодня у нас мероприятие по выпуску малька. Сегодня выпускаем 12,5 тысяч малька. Это сазан, толстолобик. Это, конечно, мероприятие тоже очень значимое для поддержки экосистемы, для биоразнообразия. Своей стороны будем дальше поддерживать. Администрация, она департаменты и по выбору территории, по очистке. Мы его в общей степени поддерживаем и в дальнейшем будем поддерживать. Для того, чтобы купить одну такую рыбу, нужно собрать 100 пластиковых крышек от бутылок. За полгода совместной работы экологов, а также учеников самарских школ и их учителей удалось собрать такое количество пробок, что купили 12,5 тысяч мальков, толстолобиков и сазанов. Польза от такой акции для природы двойная. Во-первых, пластик не будет десятилетиями скапливаться на мусорном полигоне. Его переработают, и он снова послужит людям. А во-вторых, Волга станет чище. После строительства ГЭС, которая встала на пути некоторых видов рыбок к местам нереста, ее поголовье в Волге сократилось, а та, что осталось, не справляется с объемом водорослей. Они разрастаются и загрязняют воду. Сазаны за 2-3 года набирают вес в 3-4 килограмма и способны в сутки съесть объем водорослей, сопоставимый с их собственным весом. Они растительноядные, они очень такие прожорливые, поедают камыш, водоросли, которые излишне разрастаются в нашей Волге из-за антропогенной нагрузки. То есть у нас Волга цвести начинает рано, зарастает. И вот как раз эти рыбы, они помогают естественному очищению Волги. Сегодня происходит невероятное мероприятие. Благодаря поддержке фонда президентских грантов мы смогли реализовать наш любимый проект из города Саратова. В Саратове мы выпускаем уже с 2021 года. Нашему проекту 4 года и 7 выпусков в Саратове уже прошло. Мы выпустили больше 214 тысяч мальков Белого Амура, Сазана, Толстолобика в Волгоградское водохранилище. Но так как Волга испытывает абсолютно на каждом своем участке одни и те же проблемы, одни и те же сложности. Поэтому наш проект сегодня отзывается абсолютно всем волжанам. Сазан – это волжская рыба. Она будет нереститься и давать потомство. А толстолобик – дальневосточный вид рыбы, который не размножается в волжской воде. Но, по мнению рыбных миллиораторов, такие виды рыб, как Белый Амур и толстолобик, очень хорошо показывают себя как поедатели лишней растительности в волжской воде. Их стали выпускать в Волгу еще в те годы, когда началось строительство ГЭС. Виктория Шарая, Валерий Майоров, События. Редактор субтитров А.Семкин